Исполняющий обязанности главы города Иван Носков проверил качество подачи тепла в дома исторического центра Самары. Ранее жильцы жаловались на проблемы с отоплением из-за неполадок на теплосетях. Из-за порыва на территории соседнего медицинского учреждения без горячей воды оставались жильцы дома номер 87 по улице Самарской. По словам жителей, неполадки уже найдены и устранены. Мы сейчас с ТПЛЮС меняем взаимоотношения. Надеюсь, мы перейдем к нормальному взаимодействию. Поэтому, надеюсь, к следующему году мы как-то эту ситуацию выровняем. Поступило тепло и в дом номер 50 по улице Куйбышева. Иван Носков проверил, горячие ли трубы в квартирах. Параллельно обратил внимание на состояние дома, которое нуждается в капитальном ремонте. Изношенность коммуникации – основная причина порывов и срыва сроков подачи тепла. И именно в историческом центре Самары эта проблема стоит особенно остро. Почти все дома здесь являются объектами культурного наследия и не попадают под обычные программы капремонта. Поэтому нужны специализированные проектные и подрядные организации, имеющие доступ к работе на объектах культурного наследия. Жители абсолютно справедливо обращались во все инстанции, включая, обратились к губернатору. Да, сегодня тоже тепло запущено, но параллельно еще посмотрели массу там все сложности, которые связаны с домами этой категории, которые на сегодняшний день не попадают даже под капитальный ремонт. Это нужно выделять в отдельную программу. Это уже такая непростая история, но есть поручение губернатора по центральной части города, по исторической части города. Сейчас формируется отдельная программа, и там дальше будем определяться, что с ними делать. Но тепло запущено, держим это на контроле. А вот жители домов по улице Нововокзальной беспокоились из-за строительства дороги. По словам представителей инициативной группы, по улице Нововокзальной от московского шоссе до Новосадовой планировали обустроить проезжую часть. Местные жители выступили против. Иван Носков успокоил самарцев, заверив, что дорогу в этом месте проложить невозможно. В свое время была действительно такая задумка, и там на самом деле в дороге есть необходимость, но именно в том месте проходит коммуникация, коммуникаций достаточно много, и дорогу там построить практически невозможно, и бессмысленно с точки зрения стоимости переноса коммуникаций. Поэтому дороги там не будет, жители успокоили. Исполняющий обязанности мэра города Иван Носков прошел и по другим дворам промышленного района, а также посмотрел, как ликвидировали последствия провалов на месте старых коммунальных сетей. Светлана Кудрявцева, Константин Головин, Валерий Майоров. События.